Табор должников. Жители деревни Крутово и Ивановского района вновь встречают гостей в погонах. Судебные приставы в очередной раз вернулись в цыганское поселение, чтобы взыскать просроченные штрафы ГИБДД. За превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности и прочие нарушения. Мужчин в поселении практически нет. Все уехали на заработки в столицу. Есть только заместитель барона. Ему и держать за всех ответ. Вы даете мне фамилии, даете мне имена, на кого эти штрафы пришли. И я выплачиваю. Я собираю всех женщин. Вот здесь соберу всех женщин. Пойдут, кто у кого сережка есть, пусть закладывает в ломбард и пусть отдает. Это гроза таборов Ивановского района Вера Севикова. На службе у приставов уже 28 лет. Сюда ездит как домой. Жители цыганских поселков ее знают и уважают. За бескомпромиссность. Если оплаты не будет, ребята, я вам говорю, мы заходим в ваши дома. Арестовываем дома. Дайте нам время. Время можете дать? Нет. А люди откуда возьмут деньги? Мне все равно. Конечно, разговоры об отсутствии денег здесь можно услышать часто. Доверять словам не приходится. Опыт показывает. Цыгане народ не бедный, скорее прижимистый. Сначала, да, действительно, с ними надо покричать, поругаться. А после, уже когда народ начинает собираться, мы начинаем тихо, спокойно им объяснять, кто что должен. Но первый момент, это никогда не происходит спокойно. То есть, когда мы начинаем их будить, это крики постоянные, то есть оскорбления. И все на свете. Это, да, бывает. Штрафы плохо оплачивают жители всех таборов Ивановского района. Крутого не исключение. До ареста имущества должников, правда, еще ни разу не доходило. А вот угрозы собрать последние, отвезти в ломбард, бывают. Мы отсюда не уедем, пока не изучим свой штраф. Вы это прекрасно знаете. Все правильно. Теперь ваша задача – привези мне сюда весь народ. Если вы барон, заместитель барона, ради бога, вы сказали мне, я оплачу все. У цыган Подвязновского 500 исполнительных производств. На Крутого и Игнатова приходится еще 250. В ходе очередного рейда закрыть удалось лишь треть документов на общую сумму в 40 тысяч рублей. Главная проблема для приставов в таборах – не взыскать долги, а найти кочующих должников.